Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу поговорить о научной строгости. Иногда нас упрекают в том, что описание физических явлений в наших роликах приблизительны и не соответствует тому, каковы эти физические явления на самом деле во всех деталях. Но это я хочу сказать, что вообще научное описание обычно ухватывают лишь ту сторону дела, которая нам сейчас нужна и пренебрегают всем остальным тем, что нам сейчас не нужно. Ну, например, вот инженер-оптик проектирует какой-нибудь оптический прибор, телескоп или микроскоп. Он пользуется при этом геометрической оптикой, чертит световые лучи, хотя вообще-то можно сказать, что никаких световых лучей нет, есть на самом деле световые волны. Однако лучевая оптика вполне позволяет предсказать, каким будет изображение, ну, того предмета, который этот оптический прибор представляет. А элементы волновой оптики этому инженеру потребуются лишь тогда, когда нужно будет выяснить, каков дифракционный предел этого прибора. Ну и как будет изображаться точечный источник. Ну или другой пример. Мы говорим, что электрическое поле, нет, электрическая энергия распространяется по проводам. И это нормально для большинства ситуаций. Но вот если мы будем снимать ролик про вектор умного пойнтинга, мы в этом месте нарисуем электрическое поле, магнитное поле и скажем, что на самом деле, на самом деле, да, электрическая энергия распространяется в пространстве вокруг проводов, почему же мы в предыдущих роликах этого не делали? Ну просто потому, что там нам это было не нужно. Таких примеров можно привести множество, но и в этом смысле я бы сказал, что наше научное описание похоже на то, каким образом представляется на картах та или иная территория или местность. Вот если взять физическую карту, ну например, Африки, то она будет совсем не похожа на политическую карту Африки или на геологическую карту Африки. Это все будут разные карты. И бессмысленно требовать, чтобы то, что изображено на разных картах, было одновременно слито в одну карту. Ну или с другой стороны, возьмем топографическую карту местности, вот на ней изображена проселочная дорога. Это линия, состоящая из отдельных штрихов. Но будет очень странно, если мы будем искать концы этих штрихов на местности. Их там нет, ведь это всего лишь условный знак. И мы знаем, как выглядит проселочная дорога в реальности. Чем она отличается от шоссе? А знак показывает, что эта дорога проселочная. Ну и завершить это свое выступление я хочу текстом, который написал когда-то аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. Он так и называется о научной строгости. Искусство картографии достигло в этой империи такого совершенства, что карта одной единственной провинции занимала по площади целый город и карта всей империи целую провинцию. Со временем эти огромные карты были сочтены неудовлетворительными. И коллегия картографов создала карту империи, которая имела размер империи и совпадала с ней во всех деталях. Будучи не столь преданными изучению картографии, следующие поколения обнаружили, что эта гигантская карта совершенно бесполезна. И не без нечестивости предали ее палящему солнцу и зимним холодам. В пустынях на западе сохранились обветшалые обрывки карты, в которых обитают животные и бродяги. И во всей стране не осталось ни одной реликвии географических наук. Спасибо вам за внимание.